дорогие друзья 4 глава перке вот и мы продолжаем с 8 мишны он же часто говорил не суди в одиночку потому что никто не может судить в одиночку кроме одного и не говори коллегам примите мою точку зрения потому что это позволено им они тебе и так здесь продолжается рассуждать утверждая что даже если ты сам являешься знатоком и можешь самостоятельно выносить судебные решения попроси еще двоих судей присоединиться к тебе чтобы разделить на троих тяжесть вынесения приговора таким образом ты сможешь избежать ненависти проигравшей стороны поскольку ей не будет известно кто из судей поддержал неблагоприятное для нее решение а также не допустить воровства и ложных клятв которые с большой вероятностью будут иметь место если ты будешь судить в одиночку далее раби йонатан эйпшутс отмечает что пророчица двора судила людей самостоятельно и я это позволялось поскольку люди приходили к ней по своей воле в трактате магена вот рассказывается об обычае рава гуны которые сталкивался с галактическими вопросами и выбирал 10 мудрецов из ешивы чтобы принять решение вместе с ними дабы таким образом в случае ошибки вина не было целиком на нем по его словам чтобы мне досталась лишь маленькая заноза от бревна никто не может судить в одиночку только бог единой недели в отличие него от него у человеческой личности есть много разных грани и мы видим что когда кому-то нужно рассудить двух людей которых он никогда раньше не видел он невольно становится на сторону одного из участников спора не надеется на его победу причина этого вот в чем его спонтанном тяготении к одной из сторон вероятно именно из-за этого судьи в зале судят завернувшись в мантии поскольку они не могут судить в одиночку то есть без предвзятости им не следует судить в одиночку буквальном смысле нужно объединиться с другими судьями также насчет мантии и слышал такое объяснение что в мантии одевались также и люди которых судили для того чтобы судья не мог определить по внешнему виду что за человек какому слове общество он принадлежит богат он или беден чтобы он по внешним каким-то критериям не смог стать на сторону того или другого или жалости или наоборот из-за почтения и так скажем сказано так да не суди в одиночку кроме одного одного с большой буквы написано одного только всевышний который судит не опираясь на заявление свидетелей и рассказы чаш тяжихся может судить в одиночку он сам и свидетель и судья и истец а когда судит несколько человек среди них присутствует шхина также говорится которая помогает им принять правильное решение согласно другому толкованию не думай что ты судишь в одиночку да пойми что бог присутствует в зале суда и заглядывает тебе через плечо и всемогущий единственный кто действительно судит в одиночку когда всевышний решает вопросы о наградах он судит один однако рассматривая вопрос о наказании он просит ангелов присоединиться к нему на время суда следовательно человек должен бояться судить в одиночку и бояться принять неправильное решение для того чтобы кого-то оправдать не нужно совещаться с другими людьми однако для того чтобы кого-то осудить нужно сначала посоветоваться не говори примите мою точку зрения сказано в мишне даже если ты превосходишь остальных суде величием не говори я позвал вас только из скромности я знаток и мог бы судить в одиночку поэтому примите мою точку зрения по мнению магараля судья не должен говорить примите мою точку зрения участникам тяжбы хотя чажущиеся стороны обязаны исполнять решение судьи он должен внятно объяснить им свое решение вместо того чтобы высокомерно требовать чтобы они приняли его точку зрения не задавая вопросов и магарай считал что это высказывание является обращением ко всем людям не навязывайте другим свою точку зрения тоже в других вопросах это позволено им а не тебе когда присутствует несколько судей приговор следует выносить соответствие с мнением большинства мишна номер девять раби йонатан говорит всякий кто соблюдает тору в бедности в конце концов будет соблюдать ее в богатстве всякий кто пренебрегает тора из-за богатства в конце концов станет пренебрегать ею в бедности кто такой был раби натан раби натан был учеником раби йонатан был учеником раби шмаэля и соучеником раби йошуа раби натан упомянут в мишне и его высказывание не многократно приводится в медрашах михилты и сифры бамид бар происхождение которых относят к школе раби шмаэль однажды раби янатан отметил беззаветную преданность еврейских правителей своему народу например маша который сказал богу чтобы тот или простил евреев или вычеркнул его имя из торы как раз нашей главе главе недельной сегодня мы читаем это да глава т.ц.в давид который умолял бога наказать только его они целый народ ее на который предпочел быть брошенным море но не обвинять хотя и кости на еврейский народ и так далее сказано всякий кто соблюдает тору в бедности под бедностью подразумевается не только нехватка средств на пропитание но также интеллектуальная духовная нищета если человек исполняет заповеди торы даже в бедности духа испытывая недостаток вдохновения то ему обещают в конце концов он будет исполнять заповеди в духовном просветлении и вдохновенно человек соблюдающий законы торы даже будучи подвержен влиянию дурного начала в конечном итоге будет избавлен от его вредоносного воздействия что же такое бедность духа еще одно объяснение человек начинает служение богу обладая только верой но не имея богатства знаний и не понимая сущности божества хлеб бедности поэтому до связан или сравнивается с пасхальным отцой через сорок девять дней после песоха во время празднования шивот наши отношения с богом обогатились понимание на после исхода из египта и то же самое происходит каждый год когда мы духовно поднимаемся между праздниками песох и шивот поэтому в жертву на шивот приносили богатый захвашенный на дрожжах хлеб так вот в конце концов будет соблюдать ее богатстве тору вторе сказано долгоденствие в правой руке а в левой богатство и почет то же самое сказано происходит и с исполнением западе например человек покупал сначала небольшой трог потом у него появляется возможность самые красивые троги покупать это же происходит со всеми заповедями богатство позволяет ему исполнять их наилучшим образом особенно митсот касающийся благотворительности которую он теперь сможет выполнять с особой щедростью и человек начавшие соблюдать заповеди торы будучи богатым разбогатеет еще больше так что его прежнее богатство покажется ему бедностью а некоторые мудрецы намеревались разбогатеть и разобрать разобрать сложный вопрос и желая вполне раскрыть свои интеллектуальные возможности клали на стол перед собой гор золотых монет то есть вид золота золотых момент монет придавал им дополнительные интеллектуальные силы пренебрегая торы из-за богатства сказано да то есть в конце концов если кто пренебрегает торы из всяких кто пренебрегает торы за богатство в конце концов станет пренебрегать ей за бедности сказано он чересчур озабочен своим богатством другая крайность да и тем как прожить благополучную жизнь говорит рамба согласно талмуду или изучавший тору живя в крайней бедности служит укором беднякам которые не смогли учиться арабе лезар бен харсон изучавший тору владеет тысячу городами тысячу кораблями обличает богачей которым не удавалось учиться что же можно сказать о тех знатоках торы которые остались бедняками подобно арабе ханини бендосе его товарищам предположению по предположению магараля бог уберет этих людей от иго богатства и далее магараля утверждает что некоторым людям было суждено жить в бедности подобно рабе лезару бен падату а здесь через речь идет о тех в чьей судьбе могут появиться как богатство так и бедность под предположению рабе якова эмдена в этой мишне под богатством подразумевается удовлетворенность жизнью подобно тому как богатство определяется выше в перке а вот 41 если человека с не дает желание становиться все богаче и богаче несмотря на это он принуждает себя учить тору то в конце концов он будет доволен тем чего достигнет согласно ал-шиху в данной мишне говорится о том что если человек исполняет законы торы страдая от бедности то он сумеет исполнить их несмотря на искушение называем богатством если же человек не исполняет заповеди будучи богатым поскольку высокомерие даже обеднев поскольку высокомерие сопутствующее богатство останется при нем и в книге тиферит израэль эта мишна понимается буквально тот факт что некоторые мудрецы никогда не становятся богатыми людьми не противоречит этой мишне потому что пути господни неисповедимы и на решение бога могут повлиять и иные факторы вот есть такая еврейская история на протяжении жизни есть всегда два испытания испытание бедностью и испытание богатством в разные времена в египте первым кто заставил нас пройти через эти два испытания был фараон сначала мы он пытался уничтожить еврейские традиции предложив евреям полностью смешаться с египетским народом позднее он подновил свои постановления стал стремиться искоренить нас путем гонений и обращения в рабство в персии ахашвирож стремился изложить изжить еврейский дух возвысив евреев как бы насыпая кучу привлекал на службу во дворец и так далее аман хотел уничтожить евреев многие спрашивают в чем же заключается цель изучения мистического смысла торы в духовных мирах ангелах и тому подобное ведь все эти идеи совершенно не от мира сего их так сложно понять смертным слав предлагает аналогию с ребенком рожденным в далеком острове лишенным цивилизации родители рассказывает в мой жизни материке с помощью рисунков чтобы приехав туда он смог понять то что увидит точно также человек изучающий тору в бедности то есть не понимая ее толком сможет оценить описание описанные в ней сокровища в будущем когда удостоится увидеть их в очередь цемах цедык однажды сказал в будущем когда божественная действительность будет открыто взором всех людей то есть кто занимался изучением в изгнании с удовольствием скажут ага теперь я понимаю десятая мишна раби мейер говорит меньше времени уделяй бизнесу и занимайся торой присутствие любого человека веди себя скромно если ты увлечешься отвлечешься от торы то против тебя кажется многое из того что отвлекает а если ты усердно трудишься над торой тебя ждет большая награда это мишна побуждает занятого человека делать больше чем требуется по закону сводить к минимуму занятия своей работы заняться своей работой использовать освободишь все время для изучения торы мидра шмуэль предлагает следующее толкование меньше думай о привлекательности деловых занятий вместо этого цени и прославляй изучение торы тем не менее в присутствии любого человека веди себя скромно существует два типа людей те чьим главным занятием является тора и те чем главным занятием является работа у каждого из них есть свои преимущества однако занятые люди которые уделяют меньше времени изучению торы и стараются больше из больше сократить сократить время занятий своей работы ради ради изучения торы чтобы изучать тору сочетая себе достоинства обоих типов наверное такой человек мог бы смотреть на других с высока поэтому в данном мишне его предупреждают в присутствии любого человека веди себя скромно любого человека будь то знаток торы или ремесленник так объясняет ребе любайческий ребе согласно другому толкованию рабби мейер сопровождает свой призыв к интенсивному изучению торы рекомендация вести себя при этом скромно потому что скромность помогает нам постичь тору делая нас восприимчивыми к его божественной мудрости в присутствии любого человека веди себя скромно не только в присутствии великих людей далее предлагаются размышления скромности два вида размышлений приводит к скромности перед другими первое размышляя о том как все мы как бы образуем одно тело даже если ты сам голова тебе нужны ноги далее размышляю о том что духовно ты ниже самого большого злодея потому что возможно что изверг что изверг не справился с посланными трудностями из-за того что искушение его было слишком велико а знаний ему не хватило ты же обладаешь знаниями и твои искушения не столь непреодолимы и все же ты терпишь неудачи в борьбе с самим собой недостатком второго суждения является то что надо понимать она наводит грусть поэтому к нему нужно прибегать только тогда когда ты уже грустишь из-за неудач то есть грусти вообще принципиально надо избегать но если вдруг ты находишься в состоянии грусти то можно подумать вот как раз об этом эти конструктивные размышления можно применять для того чтобы избавиться тяжелой духовной инерцией говорит любаческий ребе приводя танию как источник против тебя окажется многое из того что отвлекает когда ты изучаешь тору и совершаешь добрые дела в этом мире источник жизни твоей души расположены под божественным престолом а также все ангелы сотворенные благодаря исполнению тобой заповедей начинают петь в небесной выси если же ты будешь пренебрегать служением богу то целый хор духовно возвышенных существ умолкнет и перед тобой кажется только бесполезные существа когда ты изучаешь тору все твои мирские занятия становятся возвышенными поскольку они поддерживают и облегчают твою учебу далее если ты усердно трудишься на торы для того чтобы полностью оторваться отдел ради изучения торы не позволяя себе во время учебы мысленно блуждать деловых вопросах требуется немалый труд говорит прибавить скиры также обещать большая награда да не тревожься о том что ты уменьшишь свой доход да если ты меньше будешь уделять время своей работе больше изучению торы уделяем меньше времени работе напротив тебя ждет большая награда в данной мишне подчеркивается что этот оборот речи не относится к духовной награде большая награда в этом мире здесь и сейчас и ты получишь ее на самом деле и это было сказано рабе мэр кто же был такой рабе мэр он был очень добрым и склонным к самопожертвованию человеком однажды он однажды женщина одна поздно вернулась его лекции и ее муж запретил ей заходить в дом пока она не плюнет в лицо учителю друзья этой женщины убедили ее пойти к рабе мэру и поговорить с ним рабе мэр когда узнал о том что произошло и он узнал это не от этой женщины он сказал присутствующим помещение людям еще до того что у него очень болит глаз и он сказал кто-то может меня освободить от этой болезни и друзья той женщины сказали ей что единственный шанс как раз вот сейчас у нее плюнуть в лицо и когда она начала колебаться то он сказал ей плюнь мне в глаз семь раз и я излечусь ученики очень были удивлены что рабе мэр позволил себя так унизить а он сказал ей им сказал разве честь мэра не то же самое что честь его создателя если бог повелел чтобы его святое имя записанное подобающим образом было разрешено стереть ради восстановления мира между мужем и женой это когда стирают с пергамента имя всевышнего и дают женщине выпить которая подразум подозревается в супружеской неверности то честью мэра можно пренебречь ради той же цели сказал он рабиаха барханина сказал для всевышнего очевидно что в том поколении не было никого кто мог бы сравниться с раби мэра и тем не менее галактическое становление не следует по его мнению потому что другие мудрецы были не способны постичь всю глубину его мысли также говорят что он был великолепный софия и что однажды оказавшись в месте где не было священного писания он записал книгу эстер мигелат эстер свиток эстер целиком по памяти вот такой был раби мэр и мы остановились перед одиннадцатой мишной четвертой главы всего доброго вот 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 вот